Модная линия Метросексуал Метросексуал Огонек склоняется к тому, что все это удачный маркетинговый ход, так как метросексуальная революция не создала ничего нового. Это просто более эффективный способ продавать дорогие кремы для лица, пробуждая в людях чувство незащищенности. Тот же принцип применялся в течение десятилетий к женщинам. Метросексуал Метросексуал Наверное, поэтому в живом магазине нам показали и одежду для женщин элегантного возраста и наряды для еще незрелых персон. Показ открыла художник-модельер с неиссякаемым потоком фантазии и новых мыслей, ведущий специалист конкурса «Золотая молния» Виолеттовой Тыкунины. Она представила коллекцию «Леопардовый бум». Виолетта, почему в коллекции был коричневый и голубой? Модная тенденция этого сезона – «Леопард». Но я считаю его настолько вызывающим, делающий женщину слишком вызывательной. Поэтому я немножко смягчила этот образ. И, значит, наверное, мои мечты воплотились голубые. И «Леопард» у меня получился такой нежный. Мне хотелось показать женщину нежной, а не яркой. Неужели все эти вязаные вещи – это ручная работа? Да, ручная работа, причем вязаная в очень экстремальных условиях, по секрету скажу. Потому что в этом году у меня было большое количество поездок. И вот я в основном вручную в поездах и самолетах выполняла это все. И, кстати, идея этой коллекции возникла как раз-таки в самолете. Наверное, вот почему голубое. Потому что в облаках. Я теперь поняла. Модная линия, модные тенденции, виолетовая такая. Предлагаем «Леопард», голубые тона, бижутерию, броши, сапоги-батфорты, круглые носы, сапога, жесткие сумки из невыделанной кожи. Ну и, в общем-то, носите все, что вам идет, и все, что к лицу. То есть мода здесь не ограничена, много цветов выбора. Собственно, только две коллекции модных пятниц – Актени Гладковой и Виолетовой Теконены – были авторские. Остальные – это сезонное предложение торговцев одежды. Меховой показ. Тела моделей и шерсть животных ласкают и украшают друг друга. Модные пятницы не диктуют моду, а знакомят с тем, что более или менее удачно купили за границей байеры ростовских магазинов. Но известно, что любая вещь требует украшения. В этом сезоне все модельеры почти приложили в модные коллекции с камнями, с бижутерией. И я остановила свой выбор на бижутерией, потому что, в принципе, изобилие ассортимента, качество. Ну, очень понравилось. Поэтому я совместила свою коллекцию, потому что она у меня тоже расклеена камнями, и это совпадало. Наши мысли совпали. Бижутерия, она украшает, дополняет женщину. Мне кажется, ее раскрывает. Бижутерию можно сегодня одну выбрать, завтра одеть совсем другую. И каждый день ты будешь выглядеть совсем по-разному, в разном образе. Украшения компании «Бижутерия» можно купить в ЦУМе на первом этаже со стороны Большой Садовой, в ЦУМе между первым и вторым этажами вход с проспекта Буденовский, в универмаге «Солнышко», на первом этаже торгового комплекса «Миллениум» на Текучево и на втором этаже «Военторг». «Бижутерия» — красота, которая не требует жертв. Окно в Париж открылось в Таганроге в форме фотовыставки Надьи Ивановой. Бывшая жительница Таганрога, она не парижанка Надьи Иванова, представила Париж как столицу моды. Витрины парижских бутиков вдохновляли ее на эти фотографии. Всегда экстравагантные и яркие. А символ столицы моды — манекены. «Манекены необычные, которые тоже как бы копируют парижан. Тема, видимо, выбрана удачно. Первыми посетителями выставки были ребята из детского дома Таганрогского. Они очень пристрастно рассматривали снимки, изучали детально, задавали много вопросов». Филолог по образованию, фотограф по призванию Надя снимала с детства, а уехав в Париж, фотографировала для себя. Когда работ накопилось много, решила создать выставку. По словам сотрудников музея, только в первые часы выставки на французские фотографии пришло посмотреть рекордное количество посетителей. «Эта выставка, конечно, на очень высоком уровне, потому что в Париже у нас уже было две выставки наших Таганрогсов, ездили в командировку. Но здесь именно самая основная черта этой выставки Надя Иванова, она не просто фотографирует, это какой-то раздел, что ли, философии содержательности, созерцательности. То есть она, прежде чем снять, она созерцает, смотрит, вдумывается в этот сюжет, а потом снимает. Поэтому она очень интересна». Сама же виновница торжества уехала на очередную фотосессию. Будет ли ее темой мода – это еще вопрос. «Эта выставка», «Эта выставка», «Эта выставка» Познавательный сюжет в программе «Модная линия». современные мужчины Индии, как боги древнеиндийского эпоса Махабхарата. Все то, что приходило из мусульманских стран, в Индии приобретало очень гармоничные формы. Одежда в сочетании с теми традициями, которые накладывались еще на традиции, перенесенные из Персии, приобретала особый шарм. И мужская одежда, состоящая из курты и шароваров, которая сейчас называется курта-панжан, стала популярна также в штатах Утар-Прадеш, Влахори, Пенджаби, в общем, Северной Индии. Одежда, которая украшалась орнаментами, шилась из хлопковых тканей. Очень часто для праздничной одежды использовалась парча. На курту сверху надевали жилеты. И до сих пор в Северной Индии вот такой тип мужской одежды очень популярен и, пожалуй, является вторым по популярности после европейского костюма. Как правило, в повседневной жизни индийские мужчины носят европейскую одежду. И только на юге Индии где-то около 40% мужчин предпочитают носить лунги и доти. Доти носили по всей Индии, но сейчас в основном доти одевают в торжественных случаях в Средней и Северной Индии. Это ткань, приготовленная специально, с двух сторон окаймленная, около двух метров ткани. Мы отмеряем два одинаковых конца, скрепляем их на поясе у молодого человека. И сейчас вы увидите, как постепенно вот эта ткань превратится в шаровары. Мы берем, оборачиваем ткань вокруг левую часть, правую часть вокруг правой ноги и таким образом заводим спереди за пояс. Сейчас расправляем складки. Точно так же поступаем с другой халушкой. Это очень древняя одежда. Такую одежду мы видим даже на скальных изображениях и на храмовых статуэтках героев Рамайны, Махабхараты. Вместе с Сари, доти, возраст доти насчитывает что-то около двух с половиной тысяч лет. Даже воины кшатрии носили доти. Теперь остается одеть пояс и молодой человек будет в полном облачении. Модный дом Лито. Эксклюзивные ткани и элитная одежда для обычных людей. Телефон 90-58-77. Формула успеха. Берем интересную профессию, добавляем достойную оплату, результат налицо. Городской клуб визажистов обучает и предоставляет практику в кино, рекламе и на телевидении. Городской клуб визажистов. Город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, номер 62. Гостиница Московская, офис 315. 8-904-341-71-14. 8-928-907-87-36. 74-65-95-32-02-19. Визажист. Без работы не останешься. До свидания. Это была программа «Модная линия», которая выходит на 35-м канале Дон Тейр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова